приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы прежде чем мы рассмотрим очередной агрогороскоп на март 2022 года мы авторы канала раиса горяченко и александр волик хотим всем напомнить что мы с вами переемники и передатчики божественной любви всему сущему в земле и на земле от нашего света божественной любви зависит мир на земле этот свет пробудет большое количество человечества которое увидит всю правду творящихся событий на земле и скажет свое нет войне светоносцы от нас с вами зависит будущее земли миру мир и от наших с вами усилий сейчас и в этом году зависит будущее наших семей только мы сами сможем обеспечить продуктами питания себя и свою семью никто не будет о вас заботиться поэтому вы молодцы все мы все удерживаем свет и трудимся на земле и сегодня в мире и спокойствии продолжаем свой труд на земле по многочисленным заявкам сегодня агрогороскоп пикировки перевалки посадки пересадки рассады и любых растений в марте 2022 года и первый такой хороший период для того чтобы провести важные дела с рассады это телец при растущей вне 6 марта с 12 часов и до конца суток 7 марта все 24 часа 8 марта с 0 часов и до 16 часов далее будут энергии луны без курса спящая луна с 17 36 до 21 часа 40 минут до момента перехода в другой знак следующий замечательный период для этих важных агро приемов агро приемов с рассады это будет рак при растущей луне 11 марта с 11 часов до конца суток 12 марта все 24 часа 13 марта с 0 и до 17 часов затем снова видите у нас луна без курса с 18 часов 45 минут и до 22 час до 22 часов 33 минут это время уже 22 33 переход луны в другой знак очень короткий у нас период еще один есть мы его тоже можем использовать это весы только нужно заранее увлажнять почву и не поливать рассаду он есть и мы можем его использовать хотя небольшой весы при убывающей так называемой уже убывающей полнолуния но это сразу же после сожженного пути полнолуния у нас полнолуния 18 марта в 10 часов 17 минут и получается что сожженный путь полнолуния завершается в 10 часов 20 марта поэтому мы используем вот эти работы с 10 часов и до 14 30 затем начинается луна без курса 15 41 18 45 я всегда даю запас растения к этому периоду который называется луна без курса должно адаптироваться успокоиться его энергии и нормально уже входить в другой знак следующий период это скорпион при убывающей луне 20 марта с 19 часов до конца суток 21 марта все 24 часа 22 марта с 0 и до 17 часов обратите внимание что здесь снова луна без курса можно даже до 17 30 но лучше все-таки до 17 часов я рассматривала энергии и планет и здесь работает у нас солнечный календарь до 17 часов часов эффективно поэтому мы обязательно используем вот эту информацию и не используем вот эти периоды которые не принесут пользу нашим растениям еще один период можно сказать что он довольно таки длинный потому что длится все сутки все 24 часа козерог убывающая луна срезает нам время 25 марта вот этот переход луны из 3 в 4 фазу ну что поделаешь это стрессовое время мы не используем его для пикировки пересадки перевалки всех растений а вот используем ваши 26 марта и завершится месяц еще одним периодом он довольно таки большой я все-таки советую вам лучше использовать 29 марта но если не успеете то можете еще утром до 9 часов поработать рассады итак 29 марта с 8 часов утра до конца суток 30 марта с 0 часов до 9 часов утра почему мы так сократили этот период да потому что сократил этот период такой важный момент космическое событие перед новолунием который будет 1 апреля в 9 24 и 30 марта с 9 часов 24 минут начиная со время черной луны время гекаты но это не для жизни время это энергии созданные совсем для других дел которые не подходят для наших вот он наш агрогороскоп для скрина пожалуйста ну а пока вы делаете скрин мы прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале не забудьте поставить лайк а также поделиться этим видео с теми кому вы доверяете кого вы любите и кому желаете добра будьте все здоровы и не забывайте подписываться на наш канал пока пока